И всем привет, ребят! С вами Стром Ванька и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мы обсудим одну очень важную тему, которая появилась в нашей игре буквально неделю назад. Если быть точным, то в предыдущую пятницу вышло это обновление, о котором не было вообще никакой информации. Можно было только лишь увидеть все это дело изменения в боях. И это те изменения, которые, как по мне, крайне негативно смотрятся. И у меня появляется много непонятных вопросов, зачем вообще это было делать. Сегодня мы, конечно же, обсудим ту самую измененную паузу. Выскажу свою точку зрения по этому поводу. Запикаюсь просто в бой, покажу наглядный пример этого всего дела. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше. На 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч тонкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунтике. Установите ему личный тег. Тег темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо той самой вещи с паузой. В предыдущую пятницу Орех просто решил устроить какую-то скамовую темку. И сделал в матчмейкинге паузу в виде одной минуты. Просто одной минуты. Напомню, что до этого у нас была пауза 2 минуты. А когда-то эта пауза была 5 целых минут. За 5 минут можно было сделать какие-то определенные дела. Не потерять очки в бою. И, соответственно, успеть вернуться. После чего было сделано изменение в виде 2 минут. И, ну, казалось бы, матчмейкинг, бои стали меньше. Особо в про-битвах никто не играет. Но все равно же есть игроки, которые участвуют в про-битвах. И очевидно, что 2 минуты это было уже мало. Да, но, в принципе, как бы понять можно логику. Да, и как бы за 2 минуты еще можно успеть сделать какие-то определенные дела. Что касаемо паузы в виде одной минуты, то это вообще Габелла. То есть за одну минуту ты даже не можешь никуда отойти. То есть, соответственно, у тебя появляется необходимость быть на месте. Да, и если ты запикался в бой, и тебе куда-то резко надо отойти. Отойдешь, сразу вылетишь с катки. Потому что, ну, минуты это крайне мало. Ты даже не успеешь там отойти, аудишку прожать. Даже аудишку ты не успеешь прожать за эту минуту. Да, потому что минуты это очень мало. Раньше у меня, ну, хотя бы, хотя бы была возможность, ну, там, отойти чуть-чуть, там, если кто-то куда-то позвал. Успеть вернуться и не слететь, да, там, условно, за 10 секунд до конца. Сейчас же у тебя есть 60 секунд. Это то есть, если вдруг тебе надо резко отойти, ты точно 100% вылетишь с боя. Да, вот как я сейчас. Просто взял и вылетел, и все. Ты можешь потерять очки, ты можешь потерять какое-то суперместо в бою, да, если, например, это пробитва какая-нибудь жесткая, марафонная, да. То есть, вот вы представьте, да, вы играете марафон, потому что есть сейчас в пробитвах эти марафоны, да. Вы играете марафон, и вы не можете отойти. А если тебе реально надо что-то сделать, и ты сыграл, там, в бою 4 минуты, 5 минут, там, ой, 5 минут, 4 часа, 5 часов сыграл, да, бой. И ты просто отходишь и вылетаешь по неактивности. По неактивности вылетаешь. Я максимально негативно отношусь к этой обнове, честно вам скажу. Да, то есть, я не понимаю логики, абсолютно, да, то есть, в чем смысл делать минутную паузу. Ну, минутную паузу, но это очень мало, это крайне мало. То есть, можно сделать паузу, но 2 минуты была, да, то есть, за 2 минуты я еще могу понять. Но для чего было менять ее на минуту, что это поменяет в игре, что это поменяет, это ничего абсолютно не поменяет. То есть, крипы от этого, ну, никуда не денутся. Да, то есть, что, для чего это вообще сделано. То есть, у меня очень много вопросов, и я не понимаю логики абсолютно этой паузы в виде одной минуты. Но я знаю точно, что теперь я очень часто буду просто вылетать, даже вот на стриме, прокручивая там рулеточку, там еще чуть-чуть, там куда-то отвлекся, чат там, хоп-хоп-хоп, бах, ты уже вылетел. Ты уже просто вылетел. Потому что ты там чуть-чуть отвлекся, а 1 минута это очень мало. Это крайне мало. И ты не успеваешь ничего абсолютно сделать. Вылетаешь с катки, теряешь очки, теряешь опыт, теряешь кристаллы. Не знаю, для чего это было сделано. Очень хотелось бы узнать ореха мнения по этому поводу, да, для чего это делает он, да, в чем смысл. Как по мне, это какая-то скамовая тема, просто скамовая тема. Чтобы меня, например, скамить, чтобы я даже не мог отвлечься на стриме, да, то есть, чтобы я играл целый бой. Хотя бой-то у нас идет не 3 минуты, не 4 минуты, бой-то идет у нас 13 минут, да. То есть, если учитывая еще под пик катки, то 15 минут, да. И для 15-минутной, там, 13-минутной катки делать 1-минутную паузу, я считаю, что это очень и очень мало. Очень мало. Поэтому я очень сильно надеюсь на то, что это поменяют. Это то, что просто тестовая какая-то тема. Тестовый вариантик, может быть, какой-то, да. Может быть, там орех что-то напутал. Там, и он передумает этот моментик, поменяет и вернет хотя бы ту самую 2-минутную паузу. Да, потому что 1 минута, как по мне, вообще ни в какие ворота не лезет. Хотелось бы услышать вашу точку зрения по этому поводу. Заметили ли вы это изменение? Прочувствовали ли вы это изменение на себе? Какое у вас мнение вообще складывается по этому поводу? Какие мысли есть? Очень хотелось бы узнать вашу точку зрения. Если вы согласны с моей точки зрения, то давайте постараемся проявить максимальную активность на данный видеоролик. Ну и постараемся привлечь внимание ореха, да, чтобы он этот момент поменял. И чтобы у нас не было минутной паузы. Чтобы хотя бы она вернулась в прежнее русло. Ну, либо же просто-напросто стала у нас, например, старая пауза. В виде 5-ти минут. Как по мне, даже 5-ти минутная пауза отличная вещь. Если вы мне хотите сказать, что там это типа там мульты какие-то, афкшники в матчмейкинге. Как по мне, особо сильно это вообще ничего не меняет. Вообще не меняет. Оно меняет только лишь то, что ты в любой момент можешь вылететь с боя и потерять свою прибыль. Вот это ты точно получишь с 1-минутной паузой. Пишите все свои мысли. Обязательно поддержите данный видос. Проявляйте максимальную активность. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok